Хочу вначале поздравить всех вас еще раз с этим великим праздником Рождества Христова. Конечно же, праздник Рождества для нас, для христиан, это не просто дата, которую мы празднуем, но событие, важно, вот это событие. И этот праздник христианский празднуется в разных культурах, в разных странах. Миллионы людей празднуют Рождество сегодня вместе с нами. И хочется спросить в самом начале, друзья, в чем же смысл вообще праздников, разных праздников? Как вы думаете, в чем смысл праздников? Одна из главных целей праздника это вспомнить то, что было, произошло давно. А следующий вопрос, а зачем? В чем? Какой смысл этой памяти? В чем ценность того, что мы вспоминаем? И вы знаете, друзья, нам важно понимать, что, например, в моей памяти я имею очень много хороших моментов в жизни, о которых я помню. Но один момент, который я помню, это тот день, в который я лично поверил в Бога. В тот день, в который я принял Иисуса как своего Спасителя. Когда я признал, что я грешный. И важно, эффект был в том, что ни родители меня заставили, ни кто-то меня надавил и толкнул. А я сам понял, я осознал, и я поверил в Бога. И сегодня я верю в Бога, и я знаю, что эта вера в Бога, она помогает людям не просто жить, но иногда выживать в самых трудных ситуациях, которые мы проходим на земле. И я эту веру именно в Бога Живого предлагаю сегодня всем присутствующим. Давайте теперь, друзья, вспомним историю Рождества. И мы, взрослые, уже слышали ее много раз. Вряд ли вы что-то услышите новое. Но я хотел бы, чтобы сейчас вы проверили свои знания, писания именно о рождественской истории. У вас на экране сейчас появится Луки 2 глава, где описана история Рождества. Но там, видите, специально есть пробелы. И это уже тест для взрослых. Каждый раз, когда там пропущено слово, это ваша очередь отвечать очень громко и хором вместе. Только правильно, что там написано. Итак, давайте попробуем. Уже два потока пробовали. И скажу вам наперед, в одном месте сбились все два потока. Третий поток, у вас есть возможность искупить вину всех. Итак, Луки 2 глава с 8 по 9 стих, по 19. В той стране были на поле пастухи, пока все четко, правильно, молодцы, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел. Вы так хорошо знаете Писание. Ангел Господень. И слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. Видите, особенно в куче мы вообще все знаем. Знаете, я так помню, мы так сдавали тесты по математике, так гуртом, кажется, все. Дальше написано. И сказал им ангел. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую. Радость. Радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом. Что-то вы тиша стали отвечать. Вы заметили, громкость как-то упала. Это очень важное слово. Ибо ныне в городе Давидовом, давайте громко скажем, родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Дальше внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволения. Видите, как хорошо. Вы следите. Это так вот, чтобы всегда читать Библию. Вот молодцы. Вы внимательны. Правильно. И на земле мир. Дальше. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем... Вифлеем или в город? Правильный ответ. Внимание на экран. Пойдем в Вифлеем. В Вифлеем. И посмотрим, что там случилось. И поспешив, пришли и нашли... Младенца. Вау, вы запороли. Так же, как и первый поток, и второй поток, и третий поток. У-у-у-у-у. Вот это да. Как мы знаем Библию. И там написано, и поспешив, пришли и нашли. И в начале Марию, и Иосифа, и младенца, и лежащего в яслях. Вот так, друзья, такая у нас была разминка и проверка наших знаний. Вообще история Рождества Христова – это чудо само по себе. Большое чудо. Но в самой этой истории содержится еще много разных маленьких чудес. Например, как ангел явился Марии. Это не происходит каждый день. Это чудо. Дальше, как Мария забеременела сверхъестественным путем, с помощью Духа Святого. Как она родила ребенка не в госпитале, без всяких аппаратов, и он выжил. Тоже чудо. Как эта новость была сказана пастухам, и они нашли Марию и младенца без GPS, без телефонов, без указателей. Это тоже чудо. А подумайте, например, как мудрецы шли за звездой. Вы когда-нибудь за звездами ходили? Сегодня же звезды есть? Кажется, ну попробуйте походить за звездой. Это же тоже большое чудо. Дальше, как царь Ирод не смог убить Иисуса, хотя Вифлеемская деревня, можно сказать, была не такой уж и большой. И дальше, как сильно повлияло рождение, кажется, обыкновенного младенца, повлияло на очень большие разные массы, разные слои общества. На богатых, на бедных, на образованных и не очень, на религиозных людей, на царей, на президентов даже армия была задействована. Imagine, представьте, друзья, родился какой-то ребенок, и армия. Вот настолько все пришло в движение, столько чудес, только за короткий период. И самое большое чудо, это то, что родился Спаситель. Когда мы спрашиваем друг друга, вообще в чем смысл Рождества? What is Christmas about? Мы часто говорим, ну, Christmas is not about gifts, it's about Jesus. Рождество, весь смысл в Иисусе. Ну, окей, давайте дальше будем рассуждать. Ну, окей, Jesus, ну, имя хорошее. Ну, мое имя Богдан, Богом Дан, тоже неплохое. Jesus. А дальше? Ну, Иисус родился. Ну, хорошо, много хороших людей родилось. И, so what? Jesus was born, окей. What's next? Ну, Иисус родился, и Он помогал людям. Да, Jesus, He helped people, да, это правда, помогал. Ну, точнее сказать, родился Спаситель. Спасать людей от чего и от кого? От грехов. Вот это самая центральная мысль, самая важная мысль, самая глубокая мысль. Это причина празднования Рождества Христова. Об этом никогда нельзя забывать. Не просто Иисус родился. Зачем Он родился? Вот что важно. Матфея 1 глава, 21 стих написано. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Вот это причина, зачем Он был рожден. Рожден был, чтобы умереть. Рожден был, чтобы спасать. Интересно, смотрите, люди еще грешные, а Бог называет уже всех людей как? Своими. Людей своих. То есть Он как будто бы авансом в кредит любит так людей. Люди еще грехи наши. От грехов своих. Люди Его. И Он их спасет от грехов. Именно греха является главная причина всех катастроф, войн, болезней, смерти и насилия сегодня на земле. Это результат греха. Вот почему мир разлагается. Вот почему все поддается тлению. Именно из-за греха. И человек сегодня не может сам себя спасти от греха. Если грех такой страшный. Если грех приносит столько много беды и зла. То давайте попробуем копнуть глубже и узнать причину или природу греха. Потому что грех еще и сегодня действует. И нам важно знать, как он действует. Итак, первый пункт. Сущность греха это сомнение в Боге. Именно сомнение в Боге это часть, это природа, это сущность греха. Это начало мы узнаем об этом еще с самого начала сотворения. Когда были созданы первые люди на земле. Адам и Ева. Именно там, когда пришло грехопадение на землю. Оттуда мы видим и делаем выводы, как, что лежит в корне грехопадения. Читаем с вами вместе Бытие 3 глава. Там, где змей ведет диалог с Евой. И он говорит, сказал змей жене. Подлинно ли, сказал Бог? Did God really say? Правда ли, что Бог сказал? Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказал змей жене. Нет, не умрете. Ешьте. Смотрите, акцент. Сомнение в Боге. Подлинно ли, сказал Бог? Правда ли, Бог это сказал? А вообще Бог есть? А вообще Бог это сказал? Дьявол, дьявол всегда натягивает на человека мысль, что Бог, возможно, это выдумка. Возможно, это неправда. Он подвергает сомнению. Он подвергает сомнению авторитет Слова Божия. И он подвергает сомнению и сегодня людей. Как только человек начинает сомневаться в Боге, сомневаться в его благости, сомневаться в том, что он есть, сомневаться в том, что Бог сказал. Вот это уже влияние греха на тебя и меня сегодня. Потому что в этом вот так и родился грех. Вот оттуда пришло грехопадение. Сомнение в Боге. И дальше, смотрите, Бог сказал, умрете. Дьявол говорит, нет, не умрете. Все, что говорит Бог, всегда подвергается сомнению. Это и сегодня. Правда. Интересно, что начало дьявол, он перекручивает факты. Извращает их. Смотрите, там написано, правда ли, что Бог сказал, не ещи ни от какого дерева. Вы скажите, это правда? В детали обращайте внимание. Бог так сказал? А как Бог сказал? Бог сказал, ещи от всех деревьев, кроме одного. А смотрите, какое здесь послание запутано. Почти то же самое, что Бог сказал. Там просто маленький нюанс неправды, чуть-чуть яда. Правда ли, что Бог сказал, не ещи ни от какого дерева? Нет, неправда. Вот почему дьявол – отец лжи. Вот почему он вот этим методом и сегодня пользуется. Много правды, чуть-чуть неправды. Много истины, но чуть-чуть лжи. И человек попадается, сомневается. И вот это сомнение, оно и было начало греха. И сегодня дьявол атакует авторитет Слова Божия. То, что Бог сказал, дьявол и сегодня это Слово подвергает сомнению. И сегодня тактика дьявола не изменилась. Он сеет в людях страх, сомнения, переживания и вообще разрушает веру в Бога. Вот это первая природа греха. Второе, сущность греха – это искажение понятия зла. Именно дьявол пытается сам дефиницировать, определить, что зло, а что добро. Бытие 3 глава написано. «В день, который вы вкусите их, дьявол предлагает, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Дьявол претендует на то, что люди сегодня сами должны определять, что добро, а что зло. Дьявол говорит, что то, что Бог сказал, это хорошо, это мнение. Но это всего лишь одно из мнений. Это не есть абсолютное, авторитетное. Это не есть обязательно истина. Это просто мнение. А вот есть другое мнение, а есть вот десятое мнение, а есть твое мнение. Ты свободный человек, решай, давай свободу своему мнению. И тем самым сегодня мы приходим к результатам разрушительным, когда человек берет на себя право определять, что грех, а что не грех. Если Бог сказал в Своем Слове о том, что брак, он благословен и свят между мужчином и женщиной, но это всего лишь мнение. А сегодня есть другое мнение, которое говорит о том, что, а почему мужчина и мужчина нельзя, или женщина и женщина нельзя. Это тоже мнение, я тоже имею право на мнение. И человек решил, что то, что Бог назвал зло и грех, сегодня люди говорят, это не зло, это не грех. Видите, откуда идут корни? Вот оттуда. Природа греха, когда искажается вот именно понятие зла. Сегодня люди пытаются то, что белое или черное, называть серое. Стираются все границы, границы морали, которые Бог установил. Границы Бог установил законы и свои божественные принципы. И сказал, что если человек так будет жить, то он будет благословен и он будет счастлив. Но сегодня человек претендует на право сам определять, что грех, а что не грех. А я так думаю, а я так решил, а я просто хочу. И вот это, друзья, нас разрушает. Но нам важно понимать, что любое мнение, мое или твое мнение, на любое поведение, на слова. Вопрос, на чем основано это мнение? Просто на моем мнении. Вот в этом и беда. Но когда мы говорим и утверждаем, что это мнение основано на божьих принципах, на божьих законах, это божественная идея, это его постановление, тогда это все меняет. Это не просто мнение. Он единственный абсолютный авторитет, который имеет право именно это решать. А если мы сами определяем то, что у наших родителей было зло и грех, сегодня у наших современных людей, мы говорим, да, они отсталые, из века динозавров, вот они там не догоняли, а вот сегодня мы такие образованные, прогрессивные, уже сегодня это можно. То, что раньше было нельзя, то, что было грех, сегодня это окей. Вот тогда мы и грешим. Влияние греха, оно и сегодня актуально. Важно о нем знать и руководствоваться писанием. Третий принцип или третья сущность греха – это независимость от Бога. Независимость. В бытие третья глава написано «Вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Вау, какое предложение, от которого так трудно отказаться. Вы будете не просто счастливые, красивые, вы будете как боги. Ты будешь сам себе царь и господин, ты решай, ты делай, ты делай, ты делай, что хочешь. У тебя есть все права, все, что хочешь, то и твори. Что хочу, то ворочу. Я – Бог. Почему-то я буду жить по божественным законам и принципам. Кто придумал эти правила, эти христианские морали и Библию? Я – себе начальник. И часто люди, мы так и живем. Мы как бы свои такие маленькие башки, у нас есть деньги на аккаунте, у нас и бизнес неплохо идет, и здоровье еще пока, слава Богу, и страна Америка тоже как бы неплохая, и мы как бы не говорим вслух, ну я Бог, но мы решаем, мы планируем, мы мечтаем, у нас есть своя воля, свои амбиции, я Бог, я сам себе господин. А помните, для мужчин написано, каждый муж должен знать что? Что всякому мужу есть босс, есть глава Христос, а вы будете как боги. Тоже такое, вот знаете, идейка такая, так ты сам справишься без Бога, зачем тебе эта религия, зачем тебе в воскресный день вставать, поспи, особенно если пришел на первый поток, зачем вот эти выходные так как-то коверкать. И здесь, друзья, люди часто пытаются всю жизнь доказать, что они могут прожить и без Бога. Посмотрите, прогресс в медицине, прогресс в технологии, человек, который отвергает Бога, это всего лишь вопрос времени, рано или поздно его жизнь рухнет, придет крах не только земной, в земной жизни, но и в вечной жизни. Но дьявол нам предлагает бороться за право самоутверждения. И эта болезнь действует и сегодня. Люди хотят жить независимо от Бога. Можно быть независимым только в рамках Божьих принципов. Пример. Это все равно, что инженер строит мост, но он не хочет быть зависим от законов физики. Он не признает закон притяжения. Независимо, что он думает, мост рухнет. Если он не действует в рамках, правилах этих принципов, которых установил сам Господь. Для некоторых людей покорность Богу это унизительно. Многие люди считают, что религиозные люди это слабые люди. Они ограничены. А у верующих у них куча правил. Нельзя курить, нельзя пить, нельзя то делать, нельзя то трогать, нельзя то смотреть. А мы люди не религиозные, не верующие. У нас свобода. Я что хочу, то и делаю. Хочу, курю, хочу, сплю, хочу, что хочу, то и делаю. Я свободный, а вы ограничены. Я говорю, окей, хорошо, если ты свободный. Да, я свободный. Вот видишь, тебе нельзя курить, а вот я хочу, курю. А я говорю, а теперь можешь, пожалуйста, захотеть не курить? Ну я понял, что ты хочешь, то и делаешь. А вот захоти не курить. Вот как-то захотел, день продержался, а потом второй день как-то опять захотел. А ты можешь захотеть наоборот? Не можешь. Окей, а пить ты можешь? Вот не пить алкоголь. Можешь быть свободным? Ну я хочу, пью. А можешь вообще не пить? Вот ты же свободный, что хочешь, то и делаешь, да? Ну, ну. Ну, ну. А если ты свободный, да? Что хочешь, то и делаешь. Окей, хорошо. А вот ты, вот если такой свободный, а ты можешь вот простить вот этого человека? Ну. Я уже ну слышал. Я спрашиваю, простить можешь? Сам. Ну. Мы уже слышали эти ноты, давай другие. Не можешь. Потому что ты раб. Ты раб греха. Ты сам не можешь. Сам ты не можешь не курить. Сам ты не можешь не пить. Сам ты не можешь не смотреть некоторые вещи. Сам ты не можешь простить. Тебя вот эта обида разъедает, убивает, зло кипит. Мысли негативные остановить не можешь. Они просто тысячу в секунду. Не можешь сам. Не можешь. Тебе нужен Спаситель. Сам ты не можешь. Хочешь, но не можешь. Только благодаря Спасителю. Ты что-то сможешь. Особенно противостоять злу и греху. Вот почему в мир пришел Спаситель. И последнее. Это удовлетворение желаний. Это сущность греха. Удовлетворение своих желаний. Next slide. Именно об этом, друзья, читаю. Бытие 3 глава написано. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. И ключевое слово вожделенно. Понимаете? Вожделенно. Хочется. Похоть. Требует. Я хочу. Желание. Желание и свобода делать все, что я хочу. Удовольствие. Наслаждайся. Приятно для глаз. Это культ личности. Когда нам сегодня мир диктует. Не ограничивай себя. Не обижай себя. Ты зачем себя так оскорбляешь? Зачем ты себя ущемляешь? Делай, что хочешь. У тебя есть желание. Пожалуйста. Но этим желанием нет конца. Это называется ненасытимость. Человек все думает. Вот, 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 вот я стану счастливым. Но он так ими не стал. Дьявол говорит, не ограничивай себя и не ограничивай ребенка. Ребенок, который делает что-то неправильно. Но это его желание. Пусть он играет в видеоигры сколько он хочет. Пусть он смотрит фильмы сколько хочет. Пусть он будет на электронике сколько хочет. Это его желание. Это ребенок. Это личность. Не надо забирать у него свободу. А мы же знаем, что это свобода. Эти желания разрушают. Потому что мы знаем, откуда корни идут. Это влияние греха, которое сегодня мы все терпим последствия. И нам важно понимать, что не только они тогда не разобрались, а часто и мы попадаемся на это сегодня. Мы также иногда не разбираемся в этих моментах, когда оно и нас разрушает, и наших детей. Когда мы не видим суть проблемы или корень причины. Подросток сегодня уверен, что он делает правильно. И он претендует и бунтует. Почему это меня ограничивают? Но вы знаете, друзья, что дьявол не заставляет людей грешить. Это их выбор. Скажите, пожалуйста, как дьявол заставил Еву согрешить? С какой стороны подставил пистолет? Он только мысль подкинул. Он предложил. Он желание возбудил. Он искусил. Но выбор грешить за человеком... Часто мы оправдываем себя тем, что мы грешим, потому что нас спровоцировали. Нас достали. Именно вот в этом люди виноваты. Так бы я как бы не согрешил. Но на самом деле проблема не в них, а проблема в нас. Знаете почему? Потому что у животных у них есть инстинкты, а у людей у них есть желание. Вы же знаете, да, как животный мир работает. Инстинкты у людей – желание. И выбор, как поступать с этими желаниями. Поэтому у нас часто появляется проблема – это пересечение наших желаний и божественных желаний. Моя воля и Божья воля. Именно с этим столкнулась и наша Мария, герой рождественской истории. Помните, ее желание было выйти замуж. Иосиф, свадьба, мечтает. Она уже была обручена. Каждая маленькая девочка, кажется, мечтает быть однажды невестой. И вдруг приходит Бог и говорит в ее сердце, и дает ей направление. Господи, ну почему ты мои планы ломаешь? У меня же есть план. Я хочу выйти замуж. Я хочу иметь эту свадьбу. Ну зачем, Господи? Всегда есть выбор. Всегда есть мой план, моя воля, мое желание. Но всегда есть божественный. Для верующих людей он всегда есть. Бог с верующими людьми имеет особое дело. Он всегда нам посылает какие-то мысли, слово, которое направляет нас иногда в том направлении, где нам нужно выбирать. Пересекаются моя воля и божественная воля. И вы знаете, что в истории с Марией, Мария могла бы выбрать свое чудо. Вы знаете, свадьба, дочки, у меня их две. Я думаю, своего рода это чудо. Это такое потрясение, особенно, когда первую доченьку выдаешь. Это чудо, о котором, кажется, всю жизнь мечтала. Но добавлю, что это более-менее стандартное чудо. Вы же их видели? Много таких стандартных чудес? Свадьба, свадьба, снова свадьба. Но потому что Мария выбрала Божью волю, вопреки своей воле чудо было нестандартное. Воу! Не стандартное чудо, а великое. Намного, намного больше. Вот так, друзья, и у нас в жизни происходит. Когда мы слышим что-то от Бога, когда мы читаем что-то, когда мы понимаем, что Бог нас призывает на другое, говорить, действовать, планировать по-другому, но мы даже не хотим сильно, мы не против, как бы, но мы не хотим. Божья воля, это же страдает моя воля. Вот это и есть, это пересечение, проблема, конфликт. И сегодня, друзья, у нас у всех есть выбор, какую волю исполнять. Вы знаете, что одна еще большая сущность греха, это когда мы обвиняем других людей. Это тоже природа. Это тоже природа греха, потому что, помните, когда Бог увидел человека, который поступил неправильно, и Бог говорит человеку, ты неправ, обличает Адама. Что Адам говорит? Помните? Это жена виновата. Боже, ты же знаешь всю жизнь, кто виноват у нас. Это она виновата. Это не я. Что делает жена? Боже, ну ты же знаешь, это не я виновата. Это вот он виноват. Ну, короче, в жизни всегда кто-то виноват, но только не я и только не ты. Мы обвиняем в нашем несчастье абсолютно всех, кроме себя. Это пятая большая сущность, природа греха, которая убивает, уничтожает, обманывает тебя, разрушает тебя, потому что ты тонешь в обидах, в горечи, в зле. Люди вокруг тебя мешают. Люди тебя делают несчастным. Люди тебя обижают. Люди тебя ломают. Вот они виноваты. Но помни, этот эффект был в Идемском саду. Этот эффект знаком. Мы так смотрим со стороны на эту историю Рождества и думаем, вау, вау, как это Адам и Ева не разобрались. Это же детская школа воскресная. Вот так вот не разобраться, что там дьявол им там подкинул. А посмотрим на себя сегодня. Так мы же тоже в этой же картине можем тоже играть эти роли. Тоже не разбираемся иногда, как сегодня кто-то нас накроет, и мы так там всех, кажется, готовы. Вот кто-то вот виноват в нашем несчастье. Это природа греха. Влияет, работает и сегодня. Но когда ты этот фокус меняешь и понимаешь, что нужно себя винить, ууу, так тут же конфликт и с моими желаниями, и с моей волей, и с теми, кто это решил, что я не прав. Итак, друзья, мы с вами подходим к заключению рождественской истории. Что общего в этой истории тогда и сегодня? Вот попробуйте найти. Я нашел два момента. Тогда, когда Иисус родился в Вифлееме, помните, из истории мы знаем, что все люди шли на перепись населения. Вы представляете? Масса народа совсюду слетается, сходится. Тогда они летали, но они пришли в этот маленький Вифлеем. И вы знаете, какие там были трафики? Сегодня у нас трафики. Тойоты, Хонды, трафики. А тогда были ослы, лошади, тоже трафики. Сегодня хайвей широкий, а тогда были такие узенькие улицы вифлеемские. А представляете, какая возможность заработать? Там бизнес кипел, шипел, продавали, давали, гостиницы предлагали, детей куда-то выгоняли, из-на-пол ложили, ложили гостей. Бизнес идет. Это же такая была шумиха, суматоха. Там были все такие бези, такие занятые. О-хо-хо. А сегодня? Сегодня, мне кажется, люди как никогда заняты. Заняты. Просто замучены, заняты. Заняты. А знаете, еще что похоже в той истории с нами сегодня? Тогда люди, в принципе, я дерзну сказать, были не против рождения Христа. И они, в принципе, нашли для него место. Вы скажете, как нашли место? Он же стучал, и там закрыли, и там не открыли, и там не пустили, и везде все занято. Как это ему дали место? Ну, а как это? Ну, вы же рассказали, мы читали, что в Хлеву же он родился. Ну, родился, ну, так это же место. Ну, да, ну. А ему же кто-то разрешил. Ну, ну, разрешил. Так место же нашли. Ну, такое место. Ну, нашли. Ну, нашли. Так они были против? Да не, не против. Вон там сарай есть, Вон там, видишь, десятый угол. Там, ну, не очень, как бы, условия. Ну, 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 место есть. Смотрим на людей сегодня, и, кажется, тоже для Иисуса находят место. Кто против Бога? Встаньте! Слава Богу, никто не встал. Видите, как будто бы никто не против Бога. Все, как бы, и дают место Иисусу в сердце. Кажется, мы, ну, как Иисус ожидали места, но какое место? Первое или десятое? Самое лучшее или самое вонючее? Самое такое, что вот, ну, приоритетное? Или самое такое, ну, там же живут кони? Вот какое место дали. И сегодня люди тоже дают Иисусу место. Но у нас, вы знаете, Иисус занимает место, не знаю, десятое, двадцать первое, сорок второе, восьмое, но не первое. Иисус не царь, не Он руководит, мы им руководим. Дали Ему там кладовку в сердце, там, Иисус, живи, есть для Него приказы, есть у Него ту-ду лист, мы Ему даем список и обижаемся, Он так слабо их выполняет, и так медленно. Вообще, кажется, ну, что это за Иисус? Я Ему там место дал? У нас есть место для всего. В течение дня у нас есть место для разговоров по телефону, у нас есть место для работы, у нас есть место для социальных сетей, у нас есть место для Вайбера, у нас есть место в нашем графике для всего, кроме для Библии, для Его Слова, для общения с Ним. Есть место, но такое десятое в кладовке. Если время будет, ну, кто против Библию читать? Никто не против, все за. Только на десятом месте. Вот видите, как мы похожи. История Рождества как бы повторяется и сегодня. И вы знаете, что самое чудо Рождества, то, что Спаситель рожден, это уже большое чудо. Спаситель, сам Бог, представляете, сошел на грешную землю, святой. Это большое чудо. Спаситель рожден, это чудо, но оно пока не твое. Возможно, не твое. А только тогда, когда ты его принял как своего Господа, Спасителя, тогда оно может стать твоим. И сегодня ты можешь стать чудом. Это тема моей проповеди. Стань чудом. Become a miracle. Будь спасен. Ты можешь быть этим чудом, если ты сегодня признаешь, что я грешный, что я нуждаюсь в Спасителе, что мне нужен Иисус, как мой личный Господин. Если ты это признаешь, ты можешь иметь это чудо в твоей жизни. Деяние 17 написано, Бог ныне повелевает, не просто рекомендует, но Бог повелевает. Людям всем повсюду покаяться. Всем людям покаяться. Ибо назначил день, в который будет правильно судить вселенную. И здесь вступает эффект греха. А что, если это неправда? А что, если Бог не сказал? А что, если ада нет? А что, если... Вот это и есть влияние греха. Сегодня оно тоже в воздухе. Но Бог сказал, что всем людям необходимо покаяться, потому что суд все равно придет. И он будет. И нет другого имени под небом, нет других вариантов, методов, нет другого имени под небом, через которое возможно спасение, как только Иисус Христос. Если ты сегодня спасен, это чудо. Вы знаете, когда бывают люди, которые... Вот cancer survivor, это вот человек, который выжил, проходя диагноз раковый, смертельный. И говорят, вот это вот miracle baby. А вот это вот человек, ну просто чудо ходящее. Как он выжил? Вот как физически люди иногда могут стать чудом на земле, так и люди сегодня стоят чудом, только не физически, а духовно. Они спасены. Они survivors, выжили. Они смогли избежать ада, суда, влияния вот этого разрушительного греха. Они выбрали жить по божественным принципам. Если ты сегодня спасен, это чудо. Это первое чудо. Но давайте будем двигаться выше. А второе чудо, это представьте, что этот спасенный человек, который вот выжил, прожил эту болезнь и выжил. А представьте, чтобы этого человека потом взяли и кто-то в него вложил. Кто-то его поднял на ноги. Кто-то его воспитал. Кто-то ему помог. Кто-то его выучил. И потом этот человек, выживший, стал влиятельным, добрым, щедрым человеком, который не просто жил эгоистом, но через него многие получили чудо. Знаете, кто этот человек? Это измененный христианин. Не просто выжил. Не просто дышит и существует. Но он изменен. Вы знаете, друзья, что изменить человека, Иисус, это единственная личность, которая может менять людей. Я не хочу верить в такого Бога, который не меняет людей. Именно ты, если ты уже спасен, это первое чудо, но ты можешь получить второе чудо, ты можешь быть изменен. Ты в это чудо не веришь? Вот почему оно называется чудо. Потому что ты больше веришь. Знаете, есть такое выражение. Горбатого только могила исправит. В это вы верите? А чтобы поверить, что ты можешь изменен, это чудо. И сам ты себя изменить не можешь. Не можешь. Вы знаете, друзья, нету такой клиники. Даже Mayo Clinic в Джексонвилле вам не поможет. Нету такого курорта, нету такого санатория. Даже Мексика вас не сможет поменять. Вам мозги изменить. Изменить человека характер может только Бог, только Спаситель, только Он может изменить. И об этом написано в Писании. Второе корейф, нам третья глава. Написано, что мы, взирая на сияние славы Господа, смотря на Него, мы изменяемся, становясь все больше и больше похожими на Него. Обратите внимание, мы изменяемся. Мы стоим на Него похожими. Но вопрос становимся – это процесс. А многие уже застряли в процессе. Я уже достаточно изменился. Я уже достаточно хороший. Я не идеальный, но я уже все-таки как бы нормальный. И мы ничего не делаем, чтобы двигаться дальше. Мы не проводим время с Ним. Мы не идем туда с такой, вы знаете, последней надеждой и жаждой «Господи, меняй меня!» Вы знаете, что в последнее время как никогда я молюсь молитвой «Господи, покажи мне мои недостатки! Покажи мне, в чем я не прав!» Но я вам скажу вот что важно. Я уже давно верующий, но я не так давно молюсь такой молитвой. Как часто вы это делаете? Как часто мы приходим в Божье присутствие и говорим «Господь, я спасен!» Это чудо номер один. Но я хочу быть изменен. Я хочу чудо номер два. Это еще большее чудо. Вы же даже сами не до конца верите в это чудо, что ваш супруг, друг, босс может измениться. Сам он не может. Вы знаете, друзья, когда люди проводят время с Иисусом наедине, вот это влияние, оно меняет людей. медленно, но меняет. Вы, я думаю, знаете, хотя бы нескольких людей на земле, которые, у них вот это prayer closet, вот это вот место общения личное с Богом настолько было стабильным и важным, что вы знаете, у них как бы от них веяло другим. Бог людей меняет. Медленно, но меняет. А вы знаете, почему мы думаем, ну, а как же мы не меняемся, или почему так мало людей меняется? Проблема не в том, что Бог слабый. Проблема в том, что мы не хотим Ему повиноваться. Мы не хотим Его слушать. Мы не хотим Его воли. У нас нету для этого времени. У нас есть место для Него в хлеву, в яслях. Но когда мы проводим с Ним время наедине, влияние обязательно будет. Привожу вам пример библейский. Пастухи пришли к Иисусу, к младенцу. И вот присутствие Спасителя и пастухи, сколько они часов там побыли вместе? Мы не знаем точно. Но смотрите, потом Библия описывает, что потом они шли домой и славили Бога. Написано, они радовались и славили Бога. Вопрос пастухи. Представьте, я их встретил, спрашиваю, слушай, что ты радуешься? А что ты поешь Богу славу? А твои проблемы решились? Нет. А что ты поешь? Влияние. Просто присутствие. Просто провел с Ним время и начал петь другие песни. Вы понимаете? Влияние святое. С кем поведешься, того и наберешься. Проводишь с Ним время, влияние будет. Оно будет медленным. Но оно будет. Я в такого Бога верю. Вот что мне дает надежду. Когда я делаю неправильно, когда я поступаю, когда я обижаю, почему мне дает надежду, вот моя надежда, что я знаю, что благодаря Христу я могу преображаться. Не потому, что я решил, не потому, что я такой хороший, а потому, что вот написано в Писании, взирая на Его славу, смотря на Него, не на людей, на обстоятельства, я могу преображаться. Еще, друзья, знаете, что я понял, что Христос пришел на землю не просто, чтобы людей сделать лучше, Он пришел полностью трансформировать людей. Но мы этого не понимаем. Мы думаем, что мы уже достаточно стали лучше. Но смотрите, призыв Христа, умри для себя, отвергни себя. Христос пришел, чтобы изменить, трансформировать наше мышление, наши мысли, планы, мечты, абсолютно все, дать другую природу и ДНР. Вот почему рожден Спаситель. Спасать, спасен, это чудо номер один. А трансформирован, изменен, это чудо номер два. Но мы часто сами в это чудо не верим. Вот почему в жизнь нужен Спаситель. Перед нашей молитвой я хочу сказать, друзья, что можно купить дорогую машину и подарить кому-то. Это будет чудо. Это чудо. Это не часто происходит. Можно вылечить и спасти какого-то человека физически. Спасти ему жизнь. Это еще большее чудо. Но изменить человека желание, реакцию, слова, поведение, мысли трансформировать человека нету такой клиники. Нам нужен Спаситель. Нам нужен Спаситель. Наша природа всегда обвиняет другого. И как только мы поймем, что в нашем счастье, несчастье, я ответственный, я виноват, вот оттуда и начинается путь к нашему счастью. если ты родился грешный, это не твоя вина. Но если ты умрешь грешный, это твой выбор. Это твое сознательное решение. И сегодня ты знаешь, у тебя есть Спаситель. если ты не можешь изменить других людей, которые тебя раздражают, обижают, достают, ты уже их пробовал менять, правда? Good luck. Какие результаты? Still frustrated? других ты изменить не можешь, но ты должен знать, что ты можешь изменить себя только благодаря Спасителю, только благодаря Спасителю, только благодаря Спасителю, а не потому, что только я пытаюсь что-то доказать. Поэтому сегодня, друзья, мы идем к молитве, и я призываю каждого поверить в то, что сегодня you can become a miracle. Ты можешь стать чудом. Если ты спасен, это чудо. Но двигайся выше. Спасенный изменен. Медленно, но уверенно. Но я буду к этой цели стремиться, потому что у меня есть Спаситель. Христос Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok